Видео создано при поддержке Техногейминг. Под крылом магазина Технодом ребята собирают топовые игровые компьютеры и рассказывают о них на своём YouTube-канале. Собери свой компьютер мечты с Техногейминг. Ссылка в описании. Привет, интернет! Эпопея рассказов о новых крутых технологиях RTX 40-й серии и архитектуры Ada Lovelace продолжаются. В прошлых роликах я подробно рассказывал, как работает DLSS 3.0 и NVIDIA Studio. Кто не смотрел, настоятельно рекомендую, но о самом главном мы с вами ещё не поговорили, а именно о трассировке лучей. Немного контекста. RT-ядра — это специальные блоки в графическом процессоре, которые ускоряют расчёты наших любимых лучиков. Работает это так. RT-ядра ускоряют специальный алгоритм, который отслеживает путь луча из каждого пикселя вашего экрана к объектам в сцене, а не наоборот, как вы могли бы подумать. Подобный обратный подход уже экономит кучу ресурсов, так как лучи считаются только для видимой области экрана. Затем во второй фазе в шейдерах трассировки лучей рассчитывается то, как свет взаимодействует с материалами объектов в точке попадания луча в объект, ну а дальше при желании круг можно повторить. Запустить луч еще раз в сцену из точки попадания в объект, чтобы рассчитать преломления, а также отражения в отражениях и многое-многое другое. В итоге картинка в игре выглядит как в жизни, ведь лучи позволяют считать любые физические явления, такие как закадровые отражения, глобальное освещение без предварительного запекания, тени от источников света любых размеров и форм, преломление света и многие другие вещи. Технология работает в реальном времени и является очень удобной для разработчиков игр, потому что позволяет сэкономить кучу времени за счет избавления от затратного по времени запекания текстур с освещением в редакторе, расставления вручную проб освещения и исправления косяков из-за низкого разрешения текстур. Все это экономит сотни часов работы, а финальный результат выглядит лучше. Кроме того, трассировка позволяет разработчикам создавать по-настоящему интерактивные игры с физикой и разрушениями. Например, заранее запеченное освещение накладывает кучу ограничений, ведь объект в игре передвинуть можно, но заранее подготовленная в редакторе текстура с освещением от этого не изменится, и сразу будет видно, что освещение не соответствует положению объекта на новом месте. Именно поэтому в играх все прибито к полу гвоздями. С трассировкой же освещение считается попиксельно, на лету, прямо в игре, а это значит, что будут выходить более интерактивные игры, в которых наконец-то могут появиться физика и разрушения. В Unreal Engine 5 уже отказались от запекания освещения в пользу трассировки, причем Lumen поддерживает два способа трассировки. Менее качественный программный способ для трассировки полей и расстояний, он не поддерживает анимированные объекты, такие как модели персонажей, либо растительность, и работает на небольшом расстоянии от камеры, но позволяет обеспечить совместимость со старыми видеокартами без аппаратной трассировки. Программная трассировка подходит для старых видеокарт, и игр на консоли с 60 FPS, где качество имеет второстепенное значение. Ну а второй метод — это знакомая всем аппаратная трассировка полигональных моделей, которая поддерживает как анимированные объекты, например, персонажей и траву, так и более сложные эффекты, такие как зеркальное отражение и отражение на прозрачных поверхностях, например, на стекле. Аппаратная трассировка также дает более стабильную и менее шумную картинку, обеспечивает на порядок большую дальность прорисовки от камеры, и меньше страдает от протечек света сквозь объекты, ведь поля расстояний программной трассировки часто не соответствуют по форме реальной полигональной геометрии игры, из-за чего в гайдах по оптимизации игр на Unreal Engine 5 даже рекомендуют делать стены потолще, чтобы свет не проникал сквозь стены с программной трассировкой. Аппаратная трассировка исправляет подобные недостатки и используется на ПК с высокими настройками графики. После обновления Fortnite на Unreal Engine 5.1 в декабре прошлого года в игре теперь доступно фотореалистичное глобальное освещение, отражение и другие эффекты при помощи аппаратной трассировки лучей на базе Lumen. Для такой большой игры как Fortnite запечь текстуры освещения было бы огромной проблемой с технической точки зрения. И не только потому, что в игре можно строить укрытие и разрушать всё подряд, или из-за смены времени суток и динамического освещения, но и из-за высоких требований к объёму памяти видеокарты для хранения карт освещения. Если подытожить всё сказанное ранее, то с приходом трассировки разработка игр стала доступнее и проще, а это значит, что мы увидим не только более красивую графику, но и, возможно, свежие идеи. Помимо Unreal Engine 5, полностью динамическое освещение, отражение и многие другие эффекты при помощи трассировки лучей уже поддерживают все крупные игровые движки. Окей, с влиянием трассировки на графику в играх разобрались, наверняка вы и сами заметили, что игр с лучами становится всё больше, и на это есть причины, которые я озвучил. В новых движках технологии используются по умолчанию, а в некоторых играх уже даже начали внедрять паттрессинг-рейндеринг, с которым вся картинка полностью рассчитывается только силами трассировки лучей. И я сейчас говорю не только о Minecraft RTX или Quake 2 RTX. Не так давно вышло портал с RTX на базе инструментов RTX Remix, которые будут использоваться моддерами для создания ремастеров старых игр, а ещё в разработке обновления Cyberpunk 2077 с полной трассировкой лучей. В новых видеокартах 40-й серии есть всё необходимое, чтобы подтянуть такие игры. Помимо того, что сами RT-ядра стали гораздо производительнее, новые видеокарты с архитектурой ада тоже поднабрали и стали в полтора раза мощнее в растеризации и до четырёх раз в приложениях с активным применением трассировки лучей, по сравнению с предыдущим поколением, конечно же. Прирост производительности в четыре раза — это впечатляющая цифра. Давайте разберёмся, откуда она берётся. Во-первых, Nvidia обновили блоки для трассировки лучей в Аде. В RT-ядрах третьего поколения удвоили темп расчёта пересечения лучей с треугольниками, что вместе с большим числом этих ядер и более высокой тактовой частотой чипа даёт теоретическое ускорение до четырёх раз в случае 4090 против 3090 Ti. Всё это существенно ускоряет время построения всего кадра. Чем больше в игре рассчитывается лучей, тем больше будет перевес новой архитектуры. RT-ядра для трассировки лучей третьего поколения включают в себя новые движки Opacity Micromap и Displaced Micromesh, сокращённо OMM и DMM. Движок OMM обеспечивает в среднем вдвое более быструю трассировку лучей для поверхностей с альфа-тестом текстур, которые используются для листвы, частиц и ограждений, а значит тяжёлые для трассировки сцены с большим количеством растительности, снегом, дождём, взрывами и так далее будут работать в несколько раз быстрее при добавлении разработчиками оптимизации под аду. DMM же в свою очередь позволяет существенно повысить геометрическую детализацию поверхностей с трассировкой лучей и экономить видеопамять за счёт более компактной геометрии с картами смещений. Важным отличием новой архитектуры является технология Shader Execution Reordering, сокращённо SER. SER позволяет новым GPU на базе Ада переупорядочивать данные в шейдерах трассировки, что увеличивает производительность на этих расчётах до трёх раз. В результате время рендеринга всего кадра может ускориться до 50% по данным NVIDIA. Кстати, в недавно вышедшем ремастере Portals RTX, который обладатели Portal могут скачать бесплатно, уже используется технология SER, и там это всё дело можно потрогать. Также с производительностью в тяжёлых играх сильно помогает DLSS 3.0. Он включает в себя хорошо всем известный DLSS 2, который теперь называется DLSS Super Resolution, или сокращённо DLSS SR, работающий на всех RTX, технологию NVIDIA Reflex, снижающую задержки управления, и так называемый генератор кадров. DLSS 3 включает новую технологию генератора кадров, за которую отвечает отдельная нейронная сеть и аппаратный блок оптического потока в 40-й серии. Генератор кадров работает по отличному от DLSS 2-й версии принципу. Включение DLSS SR позволяет повысить производительность до двух раз в режиме производительность, а включение генератора кадров способно ещё раз удвоить приросты. Таким образом, с DLSS 3.0 прирост производительности может составить до трёх или даже до четырёх раз. Генератор кадров в DLSS 3 — это эксклюзивная технология архитектуры ада. Но RTX 4090, как вы сами понимаете, не только для поиграть. У неё на борту аж 24 гигабайта видеопамяти, и она является самой лучшей видюхой для работы. С такой производительностью вы сможете не только рендерить видосики на YouTube, но и визуализировать самую сложную графику, а также работать с PathReyTracing рендерингом в Blender прямо в окне просмотра. В этом всём деле вам поможет фишечка, о которой я недавно рассказывал — NVIDIA Studio. Вообще разных технологий у NVIDIA много, и их настолько много, что это уже целая экосистема различных приложений и технологий. Экосистема NVIDIA — это как быстрое железо, на котором всё работает, так и более 110 приложений, которые используют ядра для трассировки и тензорные ядра для ускорения искусственного интеллекта на видеокартах NVIDIA. Всё вместе делает эту экосистему самой передовой для разработки игр и работы с графикой. А какой у нас движок самый передовой? Правильно, Unreal Engine 5. И NVIDIA внедряет в него свои инструменты на базе RTX. Например, уже добавлен тот же DLSS 3, причём с ним можно работать даже в редакторе. Многие эффекты трассировки лучей, которые эпики добавляли вместе с NVIDIA с 2018 года, перешли в пятый Unreal из четвёртой версии движка, и теперь используются в Lumen. Благодаря этому упрощается работа разработчиков игр и приложений. Но что такое Lumen, спросите вы? Lumen отвечает за освещение, отражение и другие эффекты в Unreal Engine 5, и этот движок умеет на полную катушку использовать аппаратную трассировку для получения максимального качества в играх или в архитектурном рендеринге, например, где без точного освещения никуда. Также его используют в анимациях и прочих визуализациях, и всё это работает в реальном времени. Чтобы сделать освещение в Unreal Engine 5 ещё более качественным и продвинутым, у NVIDIA есть собственная ветка этого движка с поддержкой RTXDI или Raytrace Direct Elimination. Он позволяет использовать неограниченное число источников света. Вы можете разместить источники света любого типа, и каждый из них будет не только освещать сцену, но и производить тени от объектов. С простым освещением в растеризации это было бы чрезвычайно дорого, но с трассировкой такое возможно. Простыми словами, дизайнерам карт с этой технологией не надо думать о количестве источников света. Сколько света нужно, столько и можно. Качество теней с технологией RTXDI тоже выходит на новый уровень, так как тени автоматически подстраиваются под размеры источников света. Крупные по площади источники дают рассеянный свет, чем больше площадь источника света, тем рассеяние свет, а небольшие сфокусированные источники дают напротив жёсткие тени с резкими очертаниями. Всё это экономит драгоценное время, которое можно потратить на улучшение геймплея, в то время как графика становится красивее и реалистичнее. Технологий огромное количество, но самое главное это снижение затрат и времени разработчиков на такие важные аспекты, как графика в играх. Вот было бы хорошо, если бы всем этим пользовались и сэкономленные деньги вливали в сценаристов. Да, Ubisoft. Nvidia для разработчиков игр это не только передовые игровые технологии, но и огромная библиотека плагинов и ускоренных приложений, которые так или иначе помогают делать шедевры. И лично мне нравится такой подход. Ребята делают действительно полезные и нужные вещи, ведь каждый год разработка игр становится дороже, но своим подходом Nvidia говорит, что нет, это не так, делайте крутые игры, а технологии мы возьмём на себя. Что ж, респект. Ну а на этом у меня всё. Если видос вам понравился, было интересно, полезно, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайчоночек, загляните в описание, там есть куча полезных ссылок, в том числе и на наши социальные сети. Обязательно подписывайтесь на мой ТикТок аккаунт. Внезапно сегодня порекомендую его. Покеда. 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 Продолжение следует...